Никуда я от вас не денусь, еще целых три игры вместе с этой, ну как бы вместе с этой три. Дикей против Иммортал, Магнета Гейминг, видели мы только что АМГ, стримил я их в первый раз действительно, потому что я не особо знаком с этими ребятами, но выиграли они Спид Гейминг, и Спид Гейминг там в принципе немножко продуплили. В любом случае карта была на самом деле довольно интересной. Было на что посмотреть, было посмотреть на этого Войда, на этого Кентавра с аппаратом, который как раз таки у них в пике находился. Да, неплохой темплей, играть они умеют, что-то знают, что-то могут. Посмотрим, что они смогут против Дикейминг, хотя и ДК уже тоже не те давным-давным-давно. Да, ДК тоже уже, конечно, Дота слабовато стала, но это топ-две команды сейчас на квалификациях, насколько я знаю. И вот посмотрим, действительно, кто из них все-таки сильнее. Ну ладно, пробежим, может, сразу немножко по героям. ДК, Skyverse Mage, Faceless Void, Ember Spirit. Ну опять же, вот эти вот герои, Имба Спирит, Войска и Врат. Когда будут опять Баратрумы? Или на Китае пока что до этого не дошли, это только Европа и Америка. Баратрумы там всякие, действительно, не знаю, Фурионы с Баратрумами и куча других стратежек, снайперы в пиках. Где это все на Китае? Просто где? АМГ, Кентавр Вараннер, Ancient Operation, Тайтхантер. Стандартные, действительно, герои, только сейчас против них играет Войт, а за них играет Тайтхантер. В прошлой игре было немножко по-другому. Ну и что ж, опять же, скорее всего, фармящий, не скорее всего, а точно, я уж знаю это. Фармящий Кентавр, Аппарат Саппорт, Тайтхантер в сложную, сейчас возьмут второго Саппорта и будет что-то в мид. Вот, забанили, кстати, Огра. Угу, это опять Бристалбэк, хорошо, я понял, это Тайтхантер в миде. Это вот стратегия, Кентавр, Аппарат, Бристалбэк. Сигнатурочки, что ли? Сигнатурочки. Так, я, кстати, да, пока что буду внимания обращать в чатик, потому что, возможно, здесь что-то напишут мне довольно-таки интересное. Я уже давно не видел тебя. Я, по-моему, вообще еще не видели. Только слышали. Ну, ничего, еще увидите. И Шейкер от Дикей, вторым Саппортом, все слишком дефолтно. Шейкер с Каверас Мэйдж, Войт в сложный, Эмбер сейчас... Ну, Эмбер в мид, скорее всего. И какой-то сейчас фармящий персонаж будет сюда залетать. Да. Где Курьер? Ребят, Курьер у меня дома. У меня дома, Курьером я не поделюсь. Курьер для меня. Рубика банят сейчас Дикей. Я не знаю, конечно, зачем здесь Рубик, что здесь можно толково украсть. Ну, Фиссура Эхо Слэм, да, очень классные сплы. Хорошо, будет Рубика Фиссура. Дальше что? Ну, хотя с Энштопорейшеном поднял, заморозил. Но мы видим того же Леона, что и игру назад. Поменялся в пике только Тайтхантер, потому что, ребята, зали Войда. То есть, вместо Тайда здесь был Войт. И вот, ребята, решили забрать себе Арбуза. Один в один пик, кроме этого героя. Да. Ну что ж, я думаю, конечно, завтра против них уже будут банить. Похоже, если они сейчас выиграют. Будут банить этого Бриста, Энштопорейшена. Так как умеют, умеют играть этими героями. Дикей, походу, карту не смотрели сейчас прошлую. А может быть, смотрели и просто подумали, что да, это набор героев самый обыкновенный. Зачем это там Леон нужен вообще? Под Аист Пластом там с пальца, конечно, умирает любой. Если Войт забэктречит, то и то, это вообще будет просто кадр. Дикей, есть минута двадцать, подумать. Новые-новые лица здесь у нас в составе. 2-7-7. Не знаю, что это, конечно, за человек. Ну что ж, чуть меньше минуты у Слепвелкера остается. Нужен сюда какой-то сильный фармящий герой, который сможет терпеть Легион Коммандер. Ну что ж, Коммандер, конечно, терпеть умеет. Но, мне кажется, это неподходящий герой. Потому что слишком много дэмэджа может быть в одну точку. Если пойдет дуэль, ультует Леон, ультует там Ancient Operation туда прям в упор или еще что-либо. И все. Конец. Ну хотя, опять же, ЛК, Skyros Mage, если кого-то быстренько поймать и накрыть Mystic Flare, очень качественно, конечно, получится, но... Успеют ли? Вон, в чем вопрос. Ладно, посмотрим. Распикивают сейчас, ребят, своих героев. Осталось пикнуть только Skybrat, а я опять свернусь. Опять у вас пропадет звук из доты. Почитаю я пока что чатик. В чате ничего нету. Норм ответил, где VELAT. VELAT? VELAT, наверное, спит. Эмбер пошел фармить. ЛК отправляется у нас пока что в мид. Да. ЛК в миде, фармячий эмбер. АМГ. Марск. Ого, это теперь Бристлбэк в миде. Ммм. Ну ладно. Против Легион Коммандер. Посмотрим, что это там Бристлбэк сможет сделать. Леон. Это вот очень хороший ник. Я даже не представляю просто, что он может означать. Если бы мне было очень интересно, я бы, конечно, забил где-нибудь в гугл транслите. Но мне не очень интересно. Поэтому просто Леон с какими-то непонятными для меня символами. Тейд Хантер, собственно, такой же. Сюгар Фри, Эншт Апорейшн. И Усим на Кентавр Варанере. Тикей. Кстати, да, сейчас будет тоже отжимать у нас паузу. Слип Велкер, Эмбер Спирит. 2-7-7, Легион Коммандер. Дэнни Макгеби. Мед Шейкер. Кул Снэп, Скайвер Асмейдж. И Фейслис Войт. У всех вот понабрал. Из всех ников просто. И в одну полосу вот так вот выделил прям. Такой вот никнейм примерно. Расстоянием. Так, ну что ж. Начинается у нас, собственно, уже игра. Поставил каждый здесь по вардику. Увидел Тайт Хантер, как сюда тыкнули вард. То есть это вот как там земля когда рушится. Ну и тем более увидели там действительно Шейкера, который подошел сюда в упор. Поставили спокойненько Сентришник ДК и разломали вард Тайт Хантера. Тайт Хантер, еще раз хочу напомнить, в сложной линии 10 тангусов. Зачем тебе 10 танга? 10 танга, это ж очень много. Зачем 10 танга с Альва? Войт, 8 танга с Альва. Но он хотя бы без стиков и... Это не 10. Да, Лига Ван Коммандер в миде против Бристалбека. Очень интересно это будет посмотреть. В принципе Тайт Хантер, я думаю, стоял бы не хуже, чем Бристалбек. И опять пауза. Формящий Кентавр, как мы в принципе-то видели в прошлой игре, то же самое абсолютно... Только вот линии поменяли Тайт за Бристалбек. Привет, няшек. Здорово. Хватит говорить слово чатик. Нет. Не-е-е. Так, отжали паузу. Начинается у нас уже бойня крипов в мид-лейне. Интересно на самом деле, чем это все закончится. Лига Ван Коммандер на какой-то фастботл сейчас будет здесь выходить. Тайт Хантер крипам здесь не подойдет, если... Хотя его и убить, в принципе, будет здесь довольно проблематично. ХП, конечно, я не думаю то, что он будет получать. Сразу же Кракен Шелл. Сразу же Терпеть. Ну, да, других вариантов здесь не будет, конечно. Фисурка. Хорошо, как перегородили это все. И это минус Тайт Хантер. Колокольчиками не попал, но очень сильно его пробивают. Ну что, друг, где твоя сальва и 7 танго? Где твоя сальва? А, 10 танго, прошу вращения. 10 танго и стики, точно. Точно, точно. Очень быстренько, когда мы разобрались с Тайт Хантером, я думаю, это не в последний раз на этой линии. Да, начинает его, опять же, как-то разминать. Второй уровень он сейчас, конечно, получит. Даже закрепал здесь. Каким-то чудом, мне кажется, стоит сделать отводик, ребятам. Но каждый отбивается кларити, каждый боится сбить себе кларити. Отвод не получился. Увели одного ранжового крипа. И Тайт получает там свой экспириенс. Войд спрыгнул. Скандролил сейчас с иллюзией. И отправляются обратно к себе на линию. Кстати, да, что у нас здесь у Войда? У Войда второй уровень у Тайт Хантера. Практически третий. По крип-стату. 9 крипов. Бристалбэк. 12 крипов. Лион Командер. Илка пока что все поприятней. Илка чувствует себя на линии действительно лучше. То есть, приступ-стан, нужно отходить куда-то. Эмбер спирит. Кентабр. Все, в принципе, уформил ровненько. Эмбер, кстати, даже ассист не забрал. За фраг. И ничего не зафармил. Просто ничего сейчас не зафармил он здесь. Так, Тайт Хантер ушел. Делает себе здесь какие-то стаки на будущее. Ну, правильно, все правильно. Раз там отвели. Зачем тратить время впустую? Войд второй с половиной уровень. Вообще никуда не лезет абсолютно. Кентабр. Третий уже. Энштопорейшн, кстати. Ох, ох, ох. Как сильно-то он там по челингтачам разминает этого Войда. В неделю он командор стики, боттл, пресс за атак. Попробуй убей. Просто действительно попробуй убей. Да. Ну что ж, по-прежнему 1-0. Ребята как-то аккуратненько стали фармить. Тайт Хантер никуда не лезет. Никто ничего не делает. Вот, кстати, да. Что я хотел давным-давно уже всем сказать. И, в принципе, говорил. Даже точно в какой-то профсерии был. То, что раз китайцы так терпеливо играют. Почему они не стакают себе леса? Почему два саппорта не стакают лес? Почему это все не фармят по кулдауну? Почему так мало эншентов? Вот сейчас, в принципе, здесь что-то появляется. Что здесь, что здесь. Но вообще. На самом деле раньше такого не было. То есть посмотрим даже за какой-нибудь сейчас игрой Na'Vi. Вот когда был ФНГ, по крайней мере, стакали леса постоянно. То есть прибегал Хвост все это фармил. Прибегал там Фанник на каком-нибудь Бэтрайдере тоже это все фармил. Леса были заполнены каждый раз. Они фармили каждый стак. Они каждую 53-2 секунду отводили вот эти вот пакованы. Связали Тайда. Фиссурку. Хорошо, очень грамотно. Опять же, Фиссуру сейчас все здесь перекрыл. Но каким-то чудом проходит здесь Тайт Хантер. Но встретил Окол Снеп и размазал. Он голубями. Войт. Хорошо. Хиксанули. Начали морозить. Подкопали. Станчик Дабл Эйдж. Даже без станчика. Сейчас Кентавр с ним разобрался. Тоже достаточно хороший выход. Бристлбэк. Гоняется за Лион Командер. И ох, ох, сколько урона. Скайвер Асмейдж на развороте. И получает достаточно экспириенса. Есть у него уже 3-0. Четвертый с половиной уровень. 1200 золота. И у Скайвер Асмейджа все очень прекрасно для саппорта. Так вот. Действительно. Нави фармят всегда леса. И по золоту. Даже если они проигрывают где-то там на линиях. Они не отстают. Из-за этих пакованов лесных. Я это замечал. Я говорил, что Нави где-то подворовывают. Подворовывают они в своем лесу. И неплохо причем так. Потому что я думаю, всем нужно учесть этот момент. И стакать, 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 стакать. Фармить. Потому что денег здесь очень много. Да. Саппорты пытаются роумить. Саппорты стараются что-то делать. Но если у вас не получается куда-либо выходить. Кого-либо убивать. Идите в свой лес и просто стакайте пакованы крипов. И им будут деньги. Опять же будет экспириенс. Все будет. Войда пока что оставили здесь в соло. Точнее наоборот кентавра оставили в соло против Войда. Хорошо. Полетел конкассив шот. Леона очень сильный Хараси. Сколько голубей Саленс. Также он поймал. Ничего не может сделать. Ой-ой-ой. Размазал. Слишком быстро. Скайброс Мейджа. И 277 будет пать на хосте Бристлбэк. Слишком много стаков. И минус 2. 770 золота. 1000 экспы. Тейтхантер. Пятый левел имеет. Хорошо. Сейчас будет реведж. Сейчас можно уже будет куда-то выходить. Что-либо придумывать. На Войда. Саппорты. Ну, началось какое-то движение у нас сейчас в игре. То есть, хоть что-то делают, ребята. Легион Коммандер 0-2. И вот Вирстлбэк-то выигрывает на самом деле сейчас. Просто выигрывает. 2-1-1. 31 крип. УЛК-26. Леон. Подкопал. Хорошо. Сразу же стан должен идти. Хекс. Стан. И Дабл Эйдж. Как все сейчас прекрасно. По таймингу сделали АМЖ. То есть, Леон первый зафиксовал еще после стана. Сразу же все в один момент не тратили. Я в прошлой карте уже говорил. Действительно, тимплей у ребят хороший. То есть, я ни одной ошибки не видел. То, что там два станчика сразу влетело. Или Хекс станчик. Все настолько аккуратно. Тайт практически есть. Что левел. И практически есть Аркана уже. Не дал Шейкера увести крипа. Тайт, говорит, в чем проблема? Ой-ой. Хорошо. Пошла Фиссура. Пошел Саленс. Пошел Голубь. И что дальше? Да. Действительно, маловато здесь демеджа. Третий. Эншент Сил. Я не знаю, зачем так сильно замакшивать сейчас Саленс. Если ты Скайброс Мейдж 3.0 и у тебя хороший уровень. То есть, да, у Скайброса практически шестой. Но в Макси ты голубей. Аркан Болт там... Ну, он пополезнее будет, чем твой Саленс. Ты убиваешь всех один. Вот сейчас бы, если был третий Аркан Болт, то, я думаю, Тайт Хантер бы у нас умирал. Ну, да, Сало. Да, классно, конечно. 5 секунд. 40% дополнительного демеджа магического. Несли, у Скайбрата классный уровень. То Аркан Болтом он больше накидает. Это однозначно. Так, есть Даггер и Кентабра в Смоках. Сейчас также здесь вместе с ним находится Леон. И куда-то на Шейкера. Шейкер здесь ломает ворды. Стампид будет. Просто прыгнули. Застанили. Должен сейчас подкапывать здесь его Леон. Все правильно. И это СМ-3. АМГ выигрывают. Причем неплохо выигрывают. Так, задуэлили. Мистик Флэр. Саленс. Да, вот здесь, конечно, урона очень много по тенчин-силам. Первая дуэль для Легион Командер. Не справляется Тайдхантер. Пивается здесь с Альвой. Что уровень уже есть. Не вкачал ревейдж. Кстати, Кракеншилл в троечку. Но... Говорил об этом Каспер, на самом деле, тоже уже не один раз. То, что берут пятый с половиной уровень, идут фармить стаки, фармят стаки. На шестом левеле качают Кракеншилл. Им не хватает немножко до седьмого. Кстати, это минус. Феслис Войт уже третий раз. Берут на шестом Кракеншилл. И им не хватает немножечко до седьмого. И нет ревейджа. И приходится опять идти куда-то терпеть. Здесь, конечно, такого не получится. Здесь уже вот есть восьмой. Не вкачал. Смеш сейчас. Да, появляется восьмой уровень. И... Ревейдж. Это будет фейл, если он сейчас даже не вкачает. Дикей. В смаках. Опять же, выходит в мид-лейн. Ой-ой-ой. Это встревает. Здесь у нас Бристлбэк. Сразу же влетело абсолютно все. Дуэль. Мистик Флэр. Мертвый Бристлбэк. Вторая выигранная дуэль. 2-7-7. И стоит подзадуматься. АМГ. Потому что, по-моему, они немножко неправильно играют. По-моему, нужен Вижн. По-моему, нужно Бристлбэку быть аккуратней. Восьмой уровень. Вкачал Гаш. Нету Ревейджа. Но... Помог ему этот Гаш сейчас убить Скайверс Мейджа. На самом деле, мы и Ревейдж бы помог убить Скайверс Мейджа. Конечно, очень странные прокачки. Хантера улетел на верхнюю линию. Да, пожалуйста, хоть на девятом вкачай. Я прошу тебя, друг. Да, висел Ревейдж. И Мека. Залетает сейчас для Тайда. Ну как Мека. Баклер, Хедресочка. На рецептик осталось. Действительно, только подфармить. Эти вот китайские Тайдхантеры, Бистфаст Даггеры. У тебя есть Кентавр. У тебя есть Тайт. У тебя есть Инштап Орэйшн. Вы вдвоем прыгаете. Аппарат ультует. Команда умирает чужая. Зачем это Мека? Просто вытанковывает сейчас. Говорит, ребят, я готов. Я готов. Я могу. И сейчас начинают наваливать по Тир-1 вышке. Вышка практически тут уже мертвая. Быстренько пушить линию. Быстро разбирается с крипами. Кентавр. Также рядом. Фиссура. Хорошо. Но влетел сейчас Кентавр. И минус Шейкер. Шейкера сразу же там распотрошили. Пошел их СЛМ. Да, демоджа нанес. Но все абсолютно живы. Тем более сейчас будет Мек. Нет, Мек еще очень долго на Меке. Там Бристалбэк урный всех подхилил. Все живые. И опять же, нету драк. Нету драк. Есть какие-то просто убийства. Не захотели ДиКей сражаться. 2-7-7. Прыгнули. Застанили. Полетел Айс Бласт. Очень хороший Айс Бласт. И там, в принципе, и палец-то можно было не тратить на самом деле. Кулснэп отправляется на верхнюю линию. Здесь Тайт. Но Тайт с Ревейджем. Не будем мы это забывать. Такие вот у нас сейчас Нетворсы. 6-100 Кентавр. 5-700 Эмбер Спирит. 5-300 Бристалбэк. То есть вот 3 топ Нетворса. Все остальное уже действительно поменьше. Там 3-800. Кстати, 3-800 это Тайт Хантер со сложной линией. У которого денег больше, чем у мидера противоположной команды. Да. Привет, Войт. Через Айс Бласт, Стан. Все. По дефолту этих ребят. Постоянно так кого-то убивают. Ну и что же. Эту-то вышку будут, ребята, стараться дефить. Потому что Ревейдж в любом случае есть. И летит ему сейчас Мека. А там хватит маны-то. Так, вот я камеру наверх пока что подниму. Потому что у нас постоянно одна драка вот здесь. Вторая драка вот здесь. Ну что ж, Дикей опять же отходит. Здесь два персонажа. Саппорт и Хартлайнер гоняют всю команду Дикей. Что это такое в миде? Влетает Айс Бласт. Хорошо. Кентавр топнул. Влетел Айс Бласт. Дабл Эйдж. Прошел. И. Я думаю будет умирать. Нет. Не будет умирать. Нормально. Жив. Феймбер Спирит. Дуэль. Хорошо. Мистик Флэйр пошел по Тайт Хантеру. Тайт Хантер. Мертвый. Отлично. Прогнал Фейслис Войт. Разбирается там с Леоном. Леон. Хиксанул. И. Бежать, бежать, бежать. Стики прожал очень хорошо. Нет маны у Войда вообще абсолютно ни на Блинг. Ни на что. Здесь замораживают сейчас Шейкера. Шейкер замерз. Но как-то слишком быстро отмерз. Фисурка не попадает по Бристалбеку. И все в салат хорашены разбегаются. ЛК выхиливает. Да, четвертый Бристалбеку. Очень сильный хил. Это конечно помогает. Здесь Бристалбек танкующий. Которому тоже на все наплевать. И умер только Тайт Хантер. Юн Командер 30 демеджей. Сейчас есть вторая дуэль. Сейчас будет уже воровать по 14. Сколько стоят эти стаки? Так, а здесь всего лишь два стака. Или нет? Или... Нет, три. Три, три. Точно два сатира и совух. Да, 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 да. Минус Эмбер Спирит. Опять же, те же самые герои. Та же самая комбинация. Вылетают, станет. А есть Бласт, Палец. ЛК есть, Даггер. Что у Тайт Хантера там по деньгам? Тогда появилась только что Мека на верхней линии. И больше он ничего не успел нафармить. 0-3 этот Тайт имеет. ЛК, кстати, уже 5000 в Нетворсе. Как-то поднимается потихонечку. Догоняет. Топов. 7600. Кентавр. Так, хорошо. ЛК прыгнула. Нужно... Дуэльд Рэвэйдж. Ой-ой-ой-ой. Как все сейчас прекрасно сделали. АМГ успел Тайт Хантер прокастовать Рэвэйдж. Не застеснялся. Не испугался от Легион Командер. И ЛК просто не допрыгнула. Ворвались также на Слип Валкера. И минус. Дальше. Раздавили Шейкера. Просто каждый по нему проехался. Прямо паровозиком. Минус 3. Очень хорошо. 1500 для себя сейчас в золоте подняли. 3000 в Экспей. Минус 800 золоту Дикей. Плюс сломанная вышка. 16-6 графики. 7500. Экспириенс. 7500. Какие же жесткие АМГ. Ну, я бы... Да, не буду говорить, что они прям ультра какие-то сильные. И все в этом роде. Но я думаю, что они выиграют квалификацию. И увидим их действительно в сезоне. В 11-м. Мне очень нравится их тимплей. Да, возможно, там как-то личный скилл ни у кого не отображается. Ну, то есть, да. Там Престал Бэк в миде. Так спокойненько стоял. Ничего интересного нет. Например. Павел Джинниус. Да, там Артизи бывает, вытворяет просто что-то невероятное. И я достаточно знаю таких игроков. Там Миракль. Тот же самый Депарчер. Вот. У него тоже очень сильный личный скилл. В-33 из Блокенберг. Ну, то есть, вы понимаете, о чем я говорю. Здесь такого нет. Но тимплей действительно на уровне. Как будто ребята с самого там, не знаю, детского садика играют вместе друг с другом во всякие игрушки. И... Перешли сейчас в доту. Инштаб Парейшн. Аганим-то на подходе. Совсем чуть-чуть осталось. Вот будет Аганим, будет одиннадцатый уровень. Попа боль. Для Дикей. Интересно, а пресс-атак снимает айс-бласт? То есть, вот это вот действительно мне интересно. По сути, должен. БКБ появилось у Бристалбека. Да, какая-то сейчас двухминутная пауза. Все фармят. Рэвэйш откатился. Даггера по-прежнему тейтхантера нету. Нужно врываться... ...всем своим телом. Бежать напролом. Или идти фармить на даггер. Прям-то здесь два. Бристалбек. Пока что наглеет на вышечку. Ну и что ж. Никто прыгать не хочет. Очень хорошая позиционная сейчас у Дикей. То есть, стоит Войт. Вообще, в кустиках его здесь никто не видит. Никаким способом стоит Легион Коммандер по сути так же, как там отстреливается. И некуда врываться. Просто некуда врываться сейчас для АМГ. Тем более, у Тайда нету даггера. И ворваться-то они толком не могут. Потихоньку полвышки наломали. Дальше что? Фиссура. Пошла. Конкассив шот. Полетел. Тайтхантер. Слишком наглый Тайтхантер. Нельзя ему сейчас столько подставляться. Хотя здесь есть Кентавр. И байтят на этого Тайда. Ой-ой-ой-ой. Сейчас спалили, конечно, Кентавра. Вот это вот было зря. Шейкер сразу попикал. Скайбросмейдж тоже. И отходит просто АМГ. Действительно, подвел Тайт к нему крипа. Это было лишним. Могли бы, конечно, забайтить на этого Тайда. Ну и Тайт пошел в леса отфармливать дальше даггер. Интересно, инфа дошла насчет Айсбласта? Нет, нет. Пишут, что нет. Нет, это по поводу Айсбласта или что? Смоки от Дикей. Хорошо, ребята, выдвинулись в чужие леса. И? Порыскали во всех чужих лесах. Никого не нашли. От злости здесь Эммер просто леса проломал. Бристлбэк. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что сейчас произошло? Почему? Он просто дал туда фисты и связал Бристлбэка, которого не видел абсолютно. Ванга. Да, неплохо ему там сбили, конечно, телепорт. Я не знаю, почему ребята не стали врываться. Возможно, забоялись каких-то подсейвов. Потому что АМГ, каждый там имеет ПТПшки. Если влетел первый Тайтхантер и так далее, за ним вся команда. Разобрали бы. Конечно, всю команду ДК. Смоках АМГ выходит сейчас на Рошана. Но что насчет Кристалбэка, конечно, я думал, он там будет умирать. Больше, чем Паларошана убили сейчас. На позиции находится ДК. Хорошо. Рэвидж прыгнул. Отлично полетел Айс Бласт. Айс Бласт также залетает в ребят. И минус 2. Минус 2. Без этих двух героев врываться, я вообще не советую никуда. Да, нету Рэвиджа, нету Айс Бласта. Но все равно намного слабже. Сейчас Дайер. И Егис для Ристалбэка. Аппарат имеет Аганим. Нужно немножко Экспы. Накапает ему сейчас здесь рядом с вышкой Экспа. Да, вот со следующего пакова она, скорее всего, даже уже получит. Уровень, если подойдет. Не успел. Эмбер Спирит без всяких барабанов. Сразу же Фейз Боттл БФ. Не грыжные стики. Ничего у него толком нету. 929 хп. Я не знаю, это очень мало, конечно. Ну и что ж, будут АМЖ, скорее всего, давить дальше? Или нет? Отходит, ребята. Кто-то полетел наверх. Здесь также Эмбер все пропушил здесь. Хорошо. Подкопали. Если с Войда. Айс Бласт попал. И умирает у нас Войд на базе. Так. АМЖ заходит теперь на нижнюю Тир-2 вышку. Хорошо. Дефить по-прежнему удоконечим. Графики. Графики. Там уже 13 тысяч перевалили. Бристлбэк. Ну, Шива на подходе. Да, будет она еще довольно-таки нескоро. Через 2000 золота после этой вышки. Нужно отправляться на верхнюю линию. Здесь Эмбер все-таки доламывает Тир-1 Тауэр. Поставили Глиф. И... Тайт Хантер. Полетел Айс Бласт. Но нет. Уходит спокойненько отсюда Эмбер Спирит. Тайт Седенайл, конечно, Тауэр. Ну что ж, где какие-то ответочки от ДК? Ничего абсолютно не могут сделать ребята. Да, есть Войс с Мидасом, с ПТ. 26-ая минута. Потрясающие затары. Есть Эмбер Спирит с БФ и 2000 голды. И 967 хп. Есть Легион Коммандер. Где есть 30 дэмэджа и практически БКБ. Но этого, естественно, очень мало. Да, но нужно как-то дефить. Нужно в любом случае сейчас эту вышку плавно отдавать. И как-то дефить, разменивать, забирать вот эти вот Тура. В тот момент, пока он что-то ломает сверху. Потому что АМЖ могут драться только в пятером. Только в пятером. Они вот бегают своим дружным коллективом. Все везде ломают. А ДиКей стоят, смотрят на это. Все улыбаются. Хорошо. Минус две вышки. Все-таки Тир-1. По топу. И снизу сломали. Тайт Хантер. Просто ворвался. Всех испугал. Полетел Конкассив Шот. Полетели Голуби. Фисурка также просел. Тайт в пол-ХП. Нужно отхилиться Мека, я думаю. Ворвались на Стампиде. Хороший реведж. Опять же, Скайброс Мейдж. Легион Командор уже у нас погибли. Войд. Не знает, куда прыгать. И подрубил, конечно, Мом. А есть ли смысл сейчас уже бежать за командой АМЖ? Так. Бристалбек. У Бриста есть Аегис. Бристалбек имеет Аегис. Все, нормально. Тайда. Да, здесь урны отхилили, но байбек от Скайброс Мейджа, Войт с Хроносферой будет трудно. И АМЖ решили отойти. Подожду сейчас здесь крипов. Да, и Бристалбек заходит заново. Теперь тревышку на эту. Фиссура. Эмбер всех здесь погонял. Бристалбек теряет Аегис. Встает сейчас весь фуловый. 85 секунд до ревейджа. Войт ворвался. Хорошо поставил Хроносферку. Быстренько убивать Леона. Леон практически мертвый. Полетел Айс Бласт. В Легион Командор он попадает. Это минус ЛК здесь живой еще. Леон минус Войт. Мистик Флэр пошел по Кентавру. Кентавр очень мало здоровья. Убежит ли отсюда? Там голубь последний сейчас полетит. Да, и минус Кентавр. Стрик сейчас с него здесь сняли. Но также разобрались и со Скайброс Мейджем. И с Эмбир Спиритом, и со всеми. Что это такое? Почему Гадлайк у Уэйнштаб Парэйшена? 10.06. Как может быть аппарат с 10.06? Это что-то невероятное. Слип Велкер получает сейчас очередной Айс Бласт. Очередную порцию там станов, фенчерсмешев и прочего. Минус стоп. Да, были байбеки. Байбеков больше у команды ДиК нету. Дэрвейджа 20 секунд. Ребятам нужно просто отойти, отхилиться и пойти заново. Там на одного Кентавра разменяли весь коллектив ДК. Графики выше 20. 23, 24, где-то так. В XP история похожая, 20 тысяч. И, конечно, огромнейшее преимущество сейчас у АМГ. То есть аппарат имеет денег больше, чем Льон Командор. У аппарата 24 крипа. 24 крипа. Здесь 120. Но здесь 0.7. А здесь 10.07. Да. И вот кто мне может сказать, что они не жесткие? Просто кто? Они действительно жесткие. Для квала они точно жесткие. Да, конечно, возможно, им там в сезоне объяснят на Китае, но... В квалах они просто разрушают. Эмбер пытается как-то отформить линию. Появился рефрешер у Тайдхантера. Здесь есть только Кристалис. Леон прыгнул. Сразу же... Ой-ой-ой, фиссура влетела. Конечно, сейчас не успел застанить просто его Леон. Леон очень мало здоровья. Леон... Бежать, 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 бежать. Есть форстаф, есть даггер, поэтому... Не столь все страшно. И Бристалбэк начинает сейчас гонять уже здесь Шейкера. Минус Шейкер. Убил Эмбер Спирит Леона. Ну, Леон не тот герой, которого стоит жалеть, на самом деле. Так, ну и что? Рошан скоро появится. Есть вариант у АМЖ забрать АЕС и... Пойти уже до конца. Прыгнули? Задуэлили сейчас Кентавра. Хороший Мистик Флэр, естественно. Здесь было трудно не попасть. И минус Кентавр. Графики начинают у нас немножко падать, но... Что это такое? Вот сейчас чуть-чуть прям совершенно отыграли. Дикий, это, конечно, мало. Войд ПТ, МОМ, Мидос, 2200. 32-ая минута. Аппарат по-прежнему ни разу не умер. Есть ГОСТ, есть 2000 сейчас сверху. На самом деле, аппарату нельзя умирать вообще. Так, в СМОКах, ДК хорошо выходит. В Чужие Леса. Можно, можно убивать сейчас всяких там Леонов. Прыгнули? Задуэлили. Сейчас здесь Леона. Хорошо, минус. Мистик Флэр растерли. Драка с Бристалбэком. Это может закончиться на самом деле провалом. Здесь есть Тайт Хантер. Тайт Хантер? Хорошо. Ой-ой-ой, золотые купола. Просто превосходные хреносферы. Выпрыгнул оттуда Тайт. И Войд здесь умер от Кентавра. Ну да. Ну и что ж. Эмбер пока... Ой, Шейкер. Это Шейкер у нас. Эмбер на базе. Шейкер как-то засел. В чужих кустах. Решил все-таки кастануть. Или порт. К себе под бараки. Сразу же выкинул Фисурку. Тайт Хантер влетел. Хорошо, Рэвач еще не тратил. Это минус Легион Командер. И начинает ломать вышечку. Байбэк от ЛК. Прыгнули. Рэвэйдж. Стан. Хорошо. БКБ. Сразу же все включили. Слип Велкер также здесь у нас погиб. Напишет ли уже ГГ? Я не вижу вариантов для ДК. Ну просто я не вижу. Да, и Слип Велкер думает. Также ГГ. Вторая победа для АМЖ на сегодняшний день. Вот эта карта была на самом деле вообще не интересной. Потому что в одни ворота игра и даже спидгейминг показали большее, чем ДК. Я немножко расстроен на самом деле этой карте. Два кристаллиса у Эмбера. Ну хотя здесь два кристаллиса нормально. Потому что больше он ничего не соберет. Ладно, опять неверный пароль. Опять мы меняем каждый лобби пароль. Ну что ж. Будем ждать мы сейчас следующую. Следующая карта будет действительно интересней. Да, это сетка лузеров. Ну как сказать сетка лузеров. Это игра лузеров просто. Ребята там будут играть слабые. ЛВ против Тунгфу. Но в любом случае мы будем с вами наблюдать за этой игрой. Я надеюсь что-то там интересное хотя бы.